анна давайте коротко для начала кто вы откуда и насколько вы большие бренд углича поля ярославская область углический район мы большие нам 15 лет 2007 года мы занимаемся органикой мы на самом деле посланники органической культуры абсолютно соответствуем тренду осознанного потребления самом деле это история про нашего собственника который в один период времени увлекся идеи связаны с органическим производством связи со своей большой загрузкой он начал задуматься о том а что мы все-таки едим насколько это правильно насколько это способствует хорошему самоощущению хорошему самочувствия и явный ответ которому пришел это создать систему органического производства россии мы для органического рынка в россии сделали достаточно много всего это в первую очередь создание вот этого всего глобального цикла органики что такое органика вообще это вет метод ведения сельского хозяйства без химии то есть не пестицидов не геномо ни каких-то химических удобрений мы начинали с того что создавали землю земельное пастбище после этого мы занимались селекции племенным выводом животных наши зоотехники всегда находится в процессе творческого поиска в трансфере знаний опыта и квалификации чтобы сделать вкус продуктов намного вкусно мы занимаемся мясомолочным производством уже в нашем портфеле более двухсот пятидесяти наименований товарных категорий где вы представлены мы представлены как в собственной розничной сети угличеполе organic market так и крупных федеральных и региональных площадках аспуга вкуса перекресток лента гиперглобус ok и так далее а собственно сети так где она находится она находится у нас в москве у нас четыре магазина на трехпрудном на бирюзова на ленинградском в иственском районе красногорск соответственно мы стараемся охватить на самом деле премиальный сегмент в первую очередь потому что это органика органика это на 20 процентов дороже чем рынок потому что все-таки она затрагивает очень большой фонд связанный с издержками это издержки на содержание животных издержки естественно подготовки земли вот этих вот фермерских пастбищ и конечная упаковка вопрос про то почему не массовый продукт а впал сам собой вы здесь рассказывали про стратегию развития культуры сыра расскажите подробнее чего сейчас не хватает и что вы планируете делать как вы учите своего покупателя не просто там есть сыр но и как-то еще знать о нем что-то чуть больше чем я думаю здесь мы все-таки должны в первую очередь оттапливаться от глобальных национальных и региональных трендов у нас безусловно сейчас есть тренд на локальные бренды потому что потребителя хочется вот этой вот истории наследия традиции так далее конечно потребитель сегодня у нас осознанный он хочет быть сопричастным какой-то большой истории и для нас мы видим это действительно большая стратегическая возможность зная наши уже все технологические возможности 15 лет опыта на рынке и уже с нас осознанные все налаженные бизнес-процессы мы занимаемся производством сыра но мы это делаем с точки зрения на самом деле научных технологий мы очень активно работаем со всероссийским научно-исследовательским институтом маслоделья сыроделия мы строим углическую биофабрику у нас есть свои закваски сыров и у нас есть продукт но понимая вот это все контекст вот этих вот всех трендов мы поняли что потребитель хочет какой-то больше истории мы неутомимы в своих поисках мы подняли архировые в нашей структуре холдинга есть углический сыродельный молочный завод легендарное предприятие с 1935 года который еще наследником является традиции сыра который заложил великий николай горещагин брат знаменитого художника баталиста который съездил швейцарию привез два рецепта и локализовал здесь технологии человек который создал первые 40 крестьянских артелей закладывал свое имение чтобы постоянно финансировать вот это производство которое было абсолютно новым человек по сути создал абсолютно нишу связанную сыром а дальше это все было естественно подтверждено и коммерческими успехами и здесь его партнером а вениамин бландов который создал первую систему франчайзинга и коммерческих точек это очень серьезная работа была лабораторная экспериментально он открыл ряд научных лабораторий и школ и благодаря чичкина у нас появился ацидофилин кефир ряженка и так далее конечно когда мы открыли всю эту историю все эти архивы это нас абсолютно впечатлило мы даже об этом написали целую книгу сага русском сыре ну а логичным продолжением книги это конечно музей музей-завод который у нас уже в стадии такого финального монтажа и мы очень надеемся в следующем сезоне весной в марте принять наших посетителей это музей который мы позиционируем как гастрономический центр центр индустриального туризма и это опять-таки на самом деле тренд на промышленность который сейчас есть в россии поэтому мы хотим быть и на гребне туристических тенденций а на кого-то ориентировались или вот свой проект создавали с нуля то есть или были какие-то варианты допустим мы не так давно общались также с коллегами которые развернули индустриальную площадку по на базе оружейного завода они отриентируются на коллег там с германии с по моему из испании то есть те кто вот давно в этой ниши то уже это все опробовал тоже знает какие там площадки нужны посетителям что им интересно куда пускать можно куда пускать нельзя как вы я бы сказала что мы как и с органикой абсолютно самобытные мы в первую очередь за философию за идеологию поэтому как раз открыв вот это историческое архивное наследие мы даже ни минуту не сомневались а сразу приступили на самом деле к разработке концепции с нуля это в принципе была посыл такой из внутри а дальше уже мы объективно посмотрели ситуацию на рынке что это тренд поэтому мы должны быть на вершине на острие этого тренда какие-то интерактивы предполагаются конечно у нас на самом деле сложная система с музеем именно связано с комплексным подходом в первую очередь ну конечно музей а сама выставочное пространство это будет часть которая будет на базе завода то есть это панорамная прозрачная галерея где потребитель может увидеть как вообще этот сыр делается который у нас есть на полках это очень большая зона связанная с наследием великих русских мастеров соответственно там будет везде интерактив тач панели то есть он действительно будет весь такой современный и конечно отдельное место которое у нас есть заводе но даже сделано как бы не в основной части экспозиции это молоко приемка это именно интерактивное пространство где будет в том числе и кинозал а вот но в целом же угличе туристический город вы сейчас как-то с туристами работать вот до появления за вашего музея еще но я бы не сказала что мы так работаем потому что фокус все-таки в угличе но вас сувенир купить можно сувениры у нас обязательно будут мы разработали замечательная сувенирная на самом деле продукции встроили целый большой сувенирный магазин на первом этаже музея поэтому сувенирная продукция будет чего вы хотите добиться чтобы вас узнавали или просто чтобы люди не забывали истоки или просто развлечь народ дополнительно я думаю что это опять-таки о комплексном ощущении в первую очередь хочется все-таки создать настоящую культуру сыра к сожалению 80 90-е годы абсолютно убили вот сыродельное производство в россии и имидж вообще российского сыра очень сильно пострадал я думаю что одна из наших таких стратегических задач это обелить на самом деле имидж и репутацию потому что наследие потрясающе технологические возможности все есть сам качественный продукт тоже есть соответственно нужно всем рассказать об этой истории конечно всех вовлечь но конечно чтобы все покупали наш сыр вот музей сейчас откроете какие еще планы по развитию бренда есть мы занимаемся сейчас и переизданием различных книг по органике поэтому ждите нашу новую редакцию хорошо будем ждать спасибо что спасибо большое что пригласили